МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предоставление жилых помещений в общежитиях, отмена платы за аренду для гуманитарного склада и состояние муниципального предприятия Бани Сарова. Все эти вопросы обсудили депутаты на соседании Комитета по экономике, промышленности и развитию предпринимательства. Подробнее о решениях, принятых народными избранниками, расскажем далее. Как сделать, чтобы Бани Сарову стали приносить прибыль? Как помочь предприятию выбраться из финансовой ямы, где она оказалась в пандемии коронавируса? Состояние МОПа вызвало бурное обсуждение на очередном заседании Комитета Городской Думы. Выступая перед депутатами, директор Бань Сарова Ирина Назарова рассказала, что ее организация попала в перечень наиболее пострадавших от распространений COVID-19. Бани были закрыты с марта по август прошлого года и до сих пор работают в ограниченном формате. В связи с этим значительно сократилась посещаемость и выручка предприятия. Но за счет своевременно оказанной финансовой помощи в виде субсидий из резервного фонда правительства Нижегородской области и бюджета города Сарова, а также доход, полученный от сдачи в аренду имущества, это все позволило в отчетном году перекрыть убытки и получить чистую прибыль в размере 1 тысячи рублей. Еще три года назад муниципальных бань в Сарове было три. В 2018 году бани «Заречная» около третьего КПП закрыли. Здание находилось в аварийном состоянии, с потолка сыпалась штукатурка. Чтобы привести его в порядок, потребовалось бы несколько десятков миллионов рублей, а таких денег не было. Но и оставшиеся два здания тоже требуют ремонта. Например, бани «Центральные» были построены в 1982 году. То есть практически 40 лет капитального ремонта не производилось. Видно, что морально устарел уже вид, плитка старая, то есть все требует замены, уже не говоря о коммуникациях инженерных. Состояние бань Сарова вызвало бурное обсуждение среди депутатов Городской думы. Если ничего не предпринимать, то рано или поздно предприятие не выдержит конкуренции с коммерческими организациями. Посещаемость падает, причин тому несколько. Ценники частных бань не намного выше, чем у бань Сарова, но их состояние оснащения гораздо лучше. Для примера, билет в общее отделение в «Центральных банях» на полтора часа без льгот сейчас стоит 460 рублей. Стоимость планируют поднять до 480. В одной из коммерческих бань за сеанс 2,5 часа на четырех человек вы отдадите 4000 рублей. Можно найти дешевле. Народные избранники предложили вариант дальнейшего развития событий. И, наверное, правильно было бы не дотянуть предприятию бюджет, а предусмотреть возможность его функциональной формы учреждения, чтобы он принес бюджет и финансировался, сдавать муниципальные задания, и, может быть, сделать его подразделением в каком-нибудь более крупном учреждении. Потому что в текущем состоянии предприятие рано или поздно умрет, надо предоставить администрацию вопрос о том, чтобы они рассматривали возможность сделать бань. Депутаты решили направить в администрацию запрос для того, чтобы оценить все плюсы и минусы перехода на другую правовую форму, уточнить возможности ремонта бань за счет бюджета. Кроме того, руководству бань поручили подготовить финансово-экономическую модель предприятия и провести маркетинговое исследование. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей СРОВ24. Ежегодно 8 июня свой профессиональный праздник отмечают работники сферы социальной защиты населения. Глава города Алексей Сафонов вручил благодарственные письма сотрудникам пенсионного фонда, управления соцзащиты и центра занятости. На праздновании Дня социального работника в Центре обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов побывала наша съемочная группа. Праздник под открытым небом. В таком формате прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. Провести его в концертном зале не позволили коронавирусные ограничения. Изменение формата никак не сказалось на настроении собравшихся. Профессиональный праздник отметили в теплой и дружеской атмосфере. С приветственным словом к гостям праздника обратился глава города. Те качества, которые вы проявляете, они зачастую самые востребованные для ваших подопечных. Доброта, внимание, ласка, доброе слово. На вас надеются, вас верят, вас ждут. К поздравлениям присоединились председатель Саровской городской думы Антон Ульянов и заместитель главы администрации города Илья Волков. Татьяне Пешеходько глава города вручил благодарственное письмо Министерству социальной политики правительства Нижегородской области. Работа сложная. У нас много подопечных людей, пожилых, инвалидов. Они у всех есть родственники, многие совершенно одиноки. И мы приходим, помогаем. Это и для них неоценимо, они очень нам благодарны. То есть мы и беседы проводим, и физическая помощь какая-то нуждается. Мы им нужны. Мы считаем себя нужными, мы чувствуем эту нужность. Благодарственные письма сотрудникам вручила администрация города, Управление социальной защиты Сарова, а также представители Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. От имени подопечных со словами благодарности к социальным работникам обратилась Галина Петровна Демчишина. Это Людмила Васильевна. Она делает с нами зарядку. Научила ходить на палках. И даже мой внук-летчик пользуется той зарядкой, которую она мне прописала. Украшали двор своими руками. Цветы организаторам помогали делать отдыхающие на занятиях по трудотерапии. Праздник закончился традиционным чаепитием. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об ужесточении правил прохождения медкомиссии для получения права на владение оружием. Заключения теперь будут поступать в электронном виде напрямую в Росгвардию. Это позволит исключить использование подложных справок. Платную медицинскую комиссию можно будет пройти только в государственных или муниципальных медучреждениях. Кандидатов проверят на следы запрещенных и психотропных веществ. Также они пройдут психиатрическое освидетельствование. 10 июня с 8 до 17 часов в связи с ремонтными работами на оборудовании трансформаторной подстанции будет отключено электроснабжение жилых домов по следующим адресам. Улица Дорожная, дома с 95 по 119, нечетная сторона. Улица Дорожная, дома с 100 по 126, четная сторона. Садовые домики садоводческих товариществ «Заветы Мичуриный восход», а также садоводческого общества «Красная звезда». По окончании ремонтных работ напряжение могут подать без предупреждения. 16 августа в Березке стартует молодежная профильная смена «Наше дело-2021» для лидеров молодежных объединений и активных участников студенческого самоуправления. Участниками смены могут стать молодые люди в возрасте от 14 до 23 лет. В течение 10 дней ребята будут развивать свои лидерские качества и творческие таланты, усовершенствуют навыки по социальному проектированию, с которыми примут участие в грантовых конкурсах городского, областного и российского уровня. В этом году центральными темами смены станут три направления волонтерства – событийное, культурное и медиаволонтерство. Подробности по телефону 99210. Ливень с градом обрушился накануне Носоров. Некоторые улицы, в том числе Силкино, Зерново и Московскую, затопило. Машины передвигались по дорогам практически вплавь. Это не первый раз, когда после обильных осадков городские улицы оказываются под водой. Наша съемочная группа узнала у саровчан, почему, по их мнению, так происходит. Традиционно после сильных дождей саровчане вынуждены передвигаться вплавь по городским улицам. А пользователи социальных сетей выкладывают видео с городских улиц с ироничными подписями об образовании новых озер и рек. Мы решили узнать у саровчан, в чем, по их мнению, причина того, что ежегодно городские улицы превращаются в плохое подобие Венеции. Не предусматривают сточные, как их называют, отверстия в асфальтах, в дорожных каких-то, на мостах, кстати, очень много, как по новому мосту, когда едешь. Машины обливают только так. Поэтому приходится обходить через новую аллею. И куда уходит больше времени. Но в основном в этом виноват коммунальные службы, которые не следят за этим. Все-таки служба города, которая не занимается ливневкой, это, наверное, основной вопрос. Будет чистой ливневки, и воды не будет. Служба, которая занимается этими дорогами, потому что, вот я сама удивляюсь, они вот, например, дождь идет, снег, они кладут асфальт. А потом в результате, естественно, все вот это и полилось. Ну, в принципе, я не знаю. Вот, скорее всего, вот эти службы хозяйственные, ну, в смысле, кто занимается вот этими дорогами, что-то они не продумывают до конца. Причины я не могу вам сказать. Ну, службы есть такие, которые следят за этим, топят. Колодцы, наверное, топят, они не проходят, наверное, их, может, чистить надо, не знаю, чего. Мне кажется, так. Наверное, к ныжатся не справляется, водостоки. Наверное, и так, я думаю. Ливневки надо устраивать, очищать их надо. Их же не чистят практически никогда. А там, где засоры, там нужно капитальный ремонт делать. Как показал опрос, саровчане считают, что не существует единой проблемы, из-за которой улицу в какой-то момент может затопить. Граждане надеются, что коммунальные службы будут поддерживать ливневую канализацию в рабочем состоянии. А в местах наибольших затоплений кардинально изменить систему водостока. Какие действия предпримут власти, покажет время. Интерактивные занятия, мастер-классы, кинопоказы и экскурсии. Каждый день каникул в художественной галерее наполнен интересными и познавательными мероприятиями. О том, что еще приготовили для саровчан сотрудники галереи, расскажем в следующем репортаже. С наступлением лета художественная галерея приготовила для детей и взрослых досуговые программы. Одна из них – каникулы в художественной галерее. В будние дни ребят ждут мастер-классы и кинопоказы. Фильмы для детей отобрали самые интересные и разнообразные. В общем-то, все фильмы о дружбе, о настоящей взаимовыручке, о разных приключениях, очень летние, очень настроенческие. Для того, чтобы лето мы провели вместе весело и интересно. Вторая летняя программа – воскресенье в художественной галерее. Она рассчитана для всей семьи. Для гостей подготовили творческие мастерские, экскурсии по выставкам и кино. Каждый найдет для себя здесь что-то интересное. Какие-то воскресенья будут посвящены полностью кино, в какие-то воскресенья будут творческие мастерские, экскурсии. А в какие-то воскресенья будут и экскурсии, и творческая мастерская, и кино. За новостями галереи можно следить в социальных сетях. Записи билета по телефонам 702-87-664-09. Телефон кассы 702-94. Мероприятие для лиц старше 6 лет. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей Саров-24. Воспитанники отделения бокса спортивной школы ИКАР успешно выступили на всероссийских и региональных соревнованиях. Благодаря отличным результатам Александр и Иван Гавриковы стали кандидатами в мастера спорта. Александр Карасев достойно показал себя на первенстве России в Анапе. Подробности в следующем репортаже. Сегодня мы вручаем в алекционной книжке и знаки кандидату в мастера спорта нашим воспитанникам Гаврикову Александру Сергеевичу. Давайте познакомимся. К званию кандидата в мастера спорта Александр Гавриков шел с самого детства. В секцию бокса он пришел в 7 лет, вдохновившись примером старшей сестры, которая добилась больших успехов на ринге. Много лет Александр упорно тренировался, чтобы побеждать на соревнованиях различного уровня и приблизиться к почетному спортивному разряду. Напор нужен, чтобы хорошо выступить на соревнованиях. Нужна физическая подготовка. Вот мы физическую подготовку укрепляли. Тактика, тактическое мастерство. Иван Гавриков, как и брат, увлекся спортом в детстве. Сначала юноша хотел попробовать свои силы в легкой атлетике, но не срослось, и он пошел в бокс. По словам Ивана, несмотря на ежедневные тяжелые тренировки, ему всегда нравился этот спорт. И в будущем он хочет поехать на Олимпиаду. Каждый день тренировки проходили. Не было выходных. Ну, допустим, если был выходной день, то мы ходили в бассейн, плавали. То есть, всегда чем-то были заняты. Александр Карасев не отстает от своих товарищей по команде. И в этом сезоне показал отличный результат на первенстве России. Александр единственный, кто представлял Саров на всероссийском уровне в этом году. Юноша признается, что борьба на ринге не далась ему легко, потому что его соперник был старше и опытнее. Самый серьезный старт за этот год был. Он провел два боя. Один выиграл, второй ее проиграл. Второй бой был сложнее. Тот начал сразу давить. И поэтому инициативу отдал ему. Поэтому проиграл. Сейчас спортсмены готовятся к чемпионату РФСО «Спартак» среди мужчин по боксу, который пройдет в Тольятти 6 июля. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе, смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова